Добрый день дорогие друзья! Сегодня я покажу скрипт, который позволяет быстро маркировать компоненты легенды. Два слова, что такое компоненты легенды. Вот они мы видим на таком оформленном виде, который в целом называется легенда. При виде есть возможность создавать виды с условными обозначениями отдельных семейств, в данном случае дверей. То есть семейство дверей можно разместить условно на вид, который называется легендой. И вот это условное обозначение называется компонент легенды. Вот мы его видим. Его можно образмерить, но ревит не позволяет его замаркировать. Ну и для этого идея написала этот скрипт. Для того чтобы ее разместить, такую легенду, нужно для этого зайти в аннотации. Вот на панельке узел выбрать компонент легенды и в открывающемся списке выбрать, вот в этом списке выбрать, что мы хотим расположить на легенде. Какое-то семейство, которое уже есть в проекте. Пускай пока это будет дверь. Семейство и как оно будет отображаться в форме плана, либо в форме фасада. Вот мы видим, как оно вот одно из таких дверей, она вот одна из таких дверей, вот они. Их можно делать в виде плана, не только в виде фасада. И располагать ее на легенде. Удобно, конечно, его расположить. Удобно то, что оно связано напрямую с семейством. То есть, если мы эту дверь изменим в проекте, то вот там, вот там, это вот здесь, в семействах. Если мы, например, выберем эту дверь. Сейчас мы ее найдем. Какая-то вот такая, например. Изменим, например, ей ширину. Она изменится не только в объемной модели проекта, но и на вот этом условном обозначении. Вот это самое главное большое преимущество именно компонентов легенд. Но и как у всего, в принципе, в привитии, у любого преимущества можно найти небольшой недостаток. Так вот, я нашел такой недостаток в том виде, что такой компонент легенды нет возможности замаркировать. То есть, я не могу дать, если, например, на плане у этой двери я марку могу присвоить, марку, либо имя, либо хоть какую-то информацию, которая будет напрямую связана с семейством, и будет браться эта информация прямо из семейства и вписываться в марку. То есть, с самим семейством объемной модели я это сделать могу. Но вот с этим конкретным компонентом легенды это не работает. Я не могу назначить марку этому элементу. Вот она просто не подсвечивается. Сейчас я ее покажу. Маркировать. Вот, вы видите? То есть, она никак не маркируется. Ну и вот поэтому я написал скрипт, который хоть какую-то информацию позволяет взять из компонента легенды. Он берет вот эту вот часть, вторую половинку, то есть, название семейства. Мне этого, на самом деле, с головой хватает для того, чтобы замаркировать двери. Главная задача, при этом, только правильно следить за названиями вот этих вот семейств и, соответственно, компонентов лиент. Но это, в принципе, делать не трудно. Особенно с учетом того, что я уже писал и рассказывал о скрипте, который автоматически называет все двери, присваивая каждую буковку, вот эту dsn, l внутренняя, левая внутренняя, ширину, высоту, скобочку и вот эту надпись материала. Это все вписывается автоматически. Только нужно нажать один скрипт и все двери, если вдруг, например, какая-то была новая, с неправильным названием, все двери автоматически переименуются. То есть, мне не нужно следить за названиями. Ну, а теперь мне не нужно будет следить и за маркировкой после вот этого конкретного скрипта, потому что в названиях я уверен, соответственно, марки, вот эта информация, вот в ней я тоже теперь уверен, вот в этой части. И раз так, то я теперь буду уверен и в марке для нашего компонента легенды. Ну и, собственно, сам скрипт. Вот у меня 19 уже. Как он работает? У него есть пять управляющих нодов. Я сейчас это буду показывать из обновленной версии динобраузера. Буквально вчера Алексей Лобанов выпустил релиз 0.25. Он еще более усовершенствован, еще более лучше работает, без меньше проблем, больше качественно, как говорится. Как он работает? У него есть пять управляющих нодов. Первый, мы выделяем линию, которая будет верхней границей для марки. Второй, выделяем, значит, все наши, давайте вот эти выделим, компоненты легенды в перемешку с любой информацией. То есть в скрипте учтена фильтрация, если мы выберем, например, размеры или еще какие-то вещи, чтобы не скрывать, не открывать. В общем, если не выпадают вот этот список, то они сами фильтруются, и информация берется только из компонента легенды. Выбираем пример. То есть на основе этого текста будет создаваться новая марка. То есть вот эти все настройки, они присвоятся, точнее даже вот этот тип текста, вот эту спецификацию по умолчанию, он присвоится. Я могу, например, любой другой поставить, ну а пускай будет вот этот спецификация по умолчанию, вот этот тип текста будет выбран в качестве, ну как бы как основа для марки. Вот этот ремонт фрагмент, я чуть попозже вам покажу. Ну и ширина марки, это ширина самого текста примечания. Запускаем скрипт. Вот мы видим, появились марки. Но, например, у меня такое желание убрать вот в этой маркировке вот эту надпись в форме материала. То есть я не хочу. В принципе, его, во-первых, у меня она дублируется, у меня эта информация ездит в ведомости дверей. Вот материал. А во-вторых, я хочу, чтобы обозначение было вот какое-то вот такое, упрощенное, без лишней информации. Так вот, чтобы при создании, я сейчас Ctrl-Z нажимаю, убираю этот текст, и вот этот как раз и есть ремонт фрагмент. Я сюда вставляю тот участок текста, который я хочу удалить. В версии 0.2.5 на браузере появились вот такие вот примечания маленькие. То есть вот здесь я написал, что часть текста, part of text remove from all marks. То есть часть текста, который удаляется из всех марок. Простите меня за мой английский. Я работаю. Так. Дальше. Ну и, в общем-то, текст мы убрали. Дальше. А, и ширину можно немножко шире. Дальше. Например, там, впускай, так, два-двести. Выделяем линию. Выделяем грудку. И вот мы видим, как марки вписались. Информация была взята вот отсюда. Вот она, вырезана вот эта часть, раусин, название текста, и вставлена вот сюда. Собственно, такую же самую операцию можно проделать со всеми компонентами легенд. Единственное, что нужно выделять каждый раз новые группы, новые линии. Вот они. Вот. Ну и проверять. У меня здесь есть некоторые двери, у которых другой материал. А здесь порядок. Ну и оставшуюся часть я пробую показать внутри динамо. Так. Вот наш скрипт. Вот его управляющие ноды. Выделяем наши легенды. Выделяем линию. Выделяем пример. Текст пускай какой попадет. Запускаем. Так. Вот мы видим, что назвались только два элемента. Получили марку. Потому что у меня вот этот элемент выполнен элементом узлов. То есть мне пришлось оформить отдельное обозначение двери. И не связывать его напрямую через компонент легенды с семейством. Вот. Мне тут в данном случае это удобнее. Но то, что нам нужно, замаркировалось. Единственное, что у нас не появился такой материал. Белый. Единственная дверь у меня, которая с другим материалом. Я его, в принципе, могу вручную убрать. Потому что она одна единственная. При этом внутри названия вот этого мы видим надпись стекло. Видите, вот она. Так вот эта надпись, она вот улетела благодаря вот этому ноду. Так. Ну, все остальные двери у меня тоже. Сейчас проверим. Какие из них выполнены легендами. Линия. Допускаем. Вот мы видим последние. Ворота рулонные. Можно их сделать чуть шире. Давайте верну обратно. Пишем другую ширину. Вот они. Все остальное это элементы узлов. Все. Теперь мне остается только убрать вот эти вспомогательные линии. С проекта. И вот этот текст, который они, в принципе, не лучше. Вот, в общем-то. Вот такой скрипт. Вот так он работает. Давайте еще попробуем посмотреть, как это будет работать с другими. Элементами узлов на других видах. Так. Листы. Ну, вот пример такой. Можно, в принципе, привести. Вот у меня есть вентиляционные решетки разных размеров. Я, правда, их уже выполнил. Но я для оглядастей еще раз повторю тоже процедуру. Так. Вот, мне почти здесь самая высокая часть. Так. Раз. Другой. 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 Сейчас посмотрим, что горло. Другой. Так. Нормально. Так. Теперь выделяем линию. Выделяем линию. Выделяем линию. На линии. Вот он. Пример. Так. Так. Примерные. Другой. Ширина 2 метра. Так. Вот мои вентиляционные решетки замаркировались. Стали строго над компонентом легенды. То же самое мы делаем с этими решетками. Ну вот-вот. Видите насколько это быстро и просто. Все мои компоненты легенды замаркированы. Все. Спасибо за внимание. Всего доброго.